Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги Иова. Читаю свой перевод для портала Экзегет и даю небольшие комментарии. 16 глава у нас завершилась тем, что Иов говорит, есть у меня на небе свидетель, и задает вопрос, рассудит ли кто человек из Бога. И вот его проблема, главное, что у него с Богом спор, и посредника в этом споре, который их примирит и рассудит, у него нет. И в 17 главе он продолжит эту же тему, одновременно сведя ее с другой своей излюбленной темой «Скоро смерть». И там будет неожиданный вывод. Вот 17-ю и прочитаем. «Надломлен мой дух, дни мои истекают, я на краю могилы. Вокруг одни насмешники, не сомкнуть мне глаз от их изделок». Ну, это в основном, видимо, про друзей, потому что больше мы никого не видим. Нет, может быть, там вокруг него уже стоит толпа народу, хохочет, пальцами показывает. Но пока нету такого. «Будь же ты моим поручителем, кто еще даст за меня поруку?» Это он явно, конечно, обращает к Богу. И вот как же так? Он только что говорил, что Бог и есть его главная угроза и беда. «Будь за меня поручителем перед самим собой». Получается так. Прежде всего. Поручитель тот, кто приходит, ну вот человек кредит берет в банке и до сих пор это работает. Есть сомнение, что он заплатит. Значит, приносит обязательство поручителя. Тот говорит, если этот не заплатит, я заплачу. Фактически берет на себя его кредит. То есть Бог должен сам за Иова ходатайствовать перед кем? Перед собой. Получается, да. «Ты ведь не дал их сердцу разумения, потому ты их не возвысишь. Если кто друзьям в участии откажет, у его детей глаза померкнут». Он уже просто проклинает детей своих друзей. Он очень их обижает на самом деле. «А он для всех меня сделал поговоркой, чтобы люди в лицо мне плевали». Все-таки Бог, а не друзья, виновен. Да вот так и говорит, прям обвиняет. «Ослепли глаза мои от горя, тело мое стало подобно тени. Сокрушаются об этом те, кто честен. Кто невинен, негодуют на безбожных». То есть, смотрите, честные и праведные люди, они негодуют на это положение дел. Иов вообще-то тоже был честен и праведен, но до того момента, пока его не коснулся, вроде как он никак не возражал против такого устройства мира. «Кто праведен, не свернет с пути, и чьи руки чисты, обретет силу». Это, в принципе, он выдает тот же текст, что его друзья выдавали. Но он так только кратко это упоминает, что вообще-то у праведного все должно быть хорошо. А у друзей прямо этот длинный-длинный список всяких наставлений на эту тему. «Ну, а вы идите сюда. Не сыскать среди вас мудреца. Жизнь моя прошла, разбиты мои надежды, чья они сердце. А они ночь выдают за день. Свет, мол, близко, но кругом тьма». Вот он их просто оскорбляет уже. «Неприлично совершенно, нет среди вас мудреца, вы врете мне, что скоро рассвет, но я сижу в темноте, в общем, все это абсолютно бесполезно». И тоже такой неожиданный поворот. Он говорит про смерть. «Шеол — это мир мертвых, куда человек попадает после смерти. Я тоскую по Шеолу, как по дому. Я во тьме себе лужи готовлю. Я гроб зову своим отцом, а червям — матерью и сестрой». То есть вот смерть для меня — это родной дом, это моя семья. Я жду этой смерти, скорее не могу дождаться. Где же она, моя надежда? Надежду мою кто видел? Сойдет ли она к вратам Шеола? Ляжет ли вместе со мной в землю? Это можно понять как отрицание любой надежды. Мне не на что надеяться. Никто не видел надежду. Надежда не войдет в гроб. Ну, человек умер, на что мертвому телу надеяться? Оно не может ни на что надеяться. Назвучит в этом та тема, которая, мне кажется, звучала в предыдущих главах. Посредник. Нужен посредник между Богом и человеком. Этим посредником может быть только сам Бог, как непарадоксально это звучит. Потому что кто равен Богу, чтобы ему заключать союз? Да, между Богом и человеком. Это не может делать низший. Это может делать равный или высший. Быть посредником. Я не могу быть посредником в переговорах между президентами. Не могу их там помирить. Я могу только таких же людей, как я, примирять между собой. Так вот, надежда, которая должна сойти к вратам Шиола. С одной стороны, эта надежда должна быть, этот посредник должен быть Богом, потому что иначе он с Богом не сможет примирить. А с другой стороны, он должен знать смерть, потому что смерть – это главный ужас человека. Потому что бессмертный Бог, не испытавший этого ужаса, он просто не понимает, каково нам. Он просто не может этого оценить. Нужен посредник между Богом и людьми, который будет Богом и который заведует смерть. Евангелие – ответ на этот вопрос. Снова.